Ребят, всем привет! Привет вам из Калининграда, как вы уже догадались. Это мой первый раз в Калининграде. Мы отправляемся в Калининград, познакомимся с его историей, узнаем как он связан с Тевтонским орденом и посетим Кафедральный собор, главный символ города. Вчера у меня самолет приземлился плюс-минус. У нас 10 вечера, пока я доехал сюда на такси. Город я видел только в темное время. Из окна такси. Вот так, вот так, вот так. Я три дня здесь. Еще раз, я здесь не был ни разу. Мы познакомимся с Калининградом. С вами будет, скорее всего, не один выпуск. Вот, поэтому, если вам понравится эта часть, обязательно подписывайтесь. Мы с вами будем дальше знакомиться с Калининградом и с другими городами. А я двигаюсь на остров Канта и вон он, красавец, Кафедральный собор уже виднеется. Мне нужно через мост и туда. Представьте, строительство собора началось 13 сентября 1333 года. Сегодня в стенах собора находится концертный зал, крупнейший в России органный комплекс и музей Эммануила Канта. У северной стены мемориальное захоронение великого философа. Здесь очень многое, так или иначе, связано с Кантом. Кафе и рестораны не исключение. Мне захотелось перекусить возле собора с бокальчиком пива. И что же мне попалось? Был построен он на острове Кнайпхофф в 15 веке, как римско-католический. В 16 веке он стал протестантским. Днем основания собора считается дата 13 сентября 1333 года. За свою многовековую историю он пережил пожары, наводнения, разрушения, реставрации. Собор во все времена притягивал и завораживал. В наши дни одни восторгаются средневековой стариной, другим он кажется слишком мрачным. Но определенно он никого не оставляет равнодушным. И могу сказать точно, что у всех без исключения это величественное здание вызывает огромный интерес. Духовные сооружения Пруссии отличались от других готических европейских храмов рядом архитектурных особенностей. Возведенные в стиле кирпичная готика, они были сориентированы в направлении запада на восток и не имели в плане форму креста. Окна в основном сооружались с циркульными круглыми перемычками, напоминающими об архитектуре востока. Собор на острове Кнайбхов имел типичные черты, присущие готике, и в то же время в его архитектуре прослеживался романский стиль. Одно из самых ярких описаний готики принадлежит Гоголю. Готическая архитектура, которая образовалась перед окончанием средних веков, есть явление такое, какого еще никогда не производил вкус и воображение человека. В ней все соединено вместе. Величие и вместе красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость. Сегодня, заходя в кафедральный собор, необходимо помнить, что его богатое убранство было практически полностью уничтожено в августе 1944 года, во время пожара, возникшего во время бомбардировки города британской авиации. В ходе работ по спасению старинного собора с 1992 года по сегодняшний день было найдено и собрано множество уникальных материалов и фотографий. Некоторые из них представлены на выставке внутри собора. Осколки витражей, кирпичи, печать собора 1782 года, личные вещи архитектора Фридриха Ларса, автора мемориала философу Канту, капсула потомкам и многое другое, связанное с его историей. Возрожденный собор стал символом города, его архитектурной доминантной и главным местом притяжения для всех, кто приезжает в Калининград. Значит, квартира. Да, я ее арендовал через Островок. Да, я через Островок ее арендовал. Почему? Потому что, ну, мне, как бы, в принципе, мне нравится этот сервис, я к нему нареканий не вижу, все быстро, четко, меня все устраивает. Ну, как бы, вы сами видите, то есть здесь есть спальня, где может разместиться два человека. Здесь зал здоровенный, вот это тоже раскладывается, еще можно, то есть если вы там с детьми, никаких проблем у нас не будет, отличная квартира, все есть. Отдельное спасибо владельцу за кофе, то есть сразу же здесь кофе, полотенце, зубной пасты не было, но у меня есть своя. Получается, объект очень близко к объективу камеры находится. Я, кстати, поставлю тогда вам по этой квартире, если вам интересно, если вы хотите в Калининград приехать, я вам поставлю просто линк на бронирование этой квартиры в описании к ролику. А вот в этой гостишке, ребята, я чуть не остался, представляете, гостиница Калининград. В Калининграде, в гостинице Калининград, еще надо, чтобы на Калининградской улице она находилась, я, честно говоря, не знаю, на какой улице она находится. В общем, вот она, она в 10 минутах ходьбы от моей квартиры. Я, короче, сначала хотел ее забронировать, но начитался негативных отзывов, что советчина, что пахнет там так же, как и 30 лет назад. Я не знаю, кто как бы нюхал ее там внутри, вот, ну, в общем, как бы мне отзывы не рекомендовали ее. И я, собственно говоря, в квартире остался, но здесь прям рядом в центре есть и другие гостиницы. То есть тот же Ибис, Рэдисон, Меркурий, Меркьюр, да, как вы правильно произносите. Я, когда смотрел, то, что я бронировал за день свою поездку, не было мест, в принципе, во всех, по-моему, из них. А здесь вот было. И я хотел в центре. Хотя для меня здесь, наверное, все в центре. Как Калининград связан с Тевтонским орденом Дома Святой Девы Мари? В 1128 году в Иерусалиме группой состоятельных немцев было образовано братство с целью оказания материальной и врачебной помощи паломникам, прибывшим к святым местам. В 1189 году братство приобрело военизированный характер. Был принят устав, утверждена форма одежды. Белый плащ с черным крестом. В 1198 году братство преобразовано в орден Дома Святой Девы Марии Тевтонской, который получил большие земельные владения в Европе, став крупнейшим феодалом. Имел жесткую военную структуру, монашеский устав, предписывающий рыцарям безбрачие бедность. Тевтонский орден пережил многие взлеты и падения. В настоящее время резиденция его находится в Вене. Герб – черный латинский крест на серебряном поле. Во главе ордена стоял великий магистр. Далее шли братья-рыцари. В эту категорию принимались только дворяне. Большую роль при вступлении в орден играли рекомендации его членов или влиятельных князей. Братья-священники. Проводили религиозные службы, причащали рыцари в больницах и следовали за ними в качестве медиков на войну. Прочие братья. Не были дворянами, но имели те же функции, что и братья-рыцари. Главная их обязанность – работа в монастырях и больницах. Под их началом обычно находилось несколько полубратьев. Полубратья. Являлись членами ордена, но не приносили обетов и не могли занимать руководящих должностей. Полубратья рекрутировались из лиц неблагородного происхождения – местных жителей. Сестры. Представительницы женского духовенства. Полусестры. Принадлежали к низшим сословиям, ухаживали за больными и выполняли работу служанок. Фамилиары. Богатые люди, которые помогали ордену материально, а после смерти завещали братьям свое состояние. Взамен им предоставлялись некоторые привилегии. Альбрехт Бранденбургский. Вам о чем-нибудь говорит? Родился в 1490 году. Прожил 78 лет, что немало для средневекового парня. Он вошел в историю как один из самых известных реформаторов в эпоху Возрождения. Именно в годы его правления было заложено начало экономического, политического и культурного развития в Пруссии. 13 февраля 1511 года в 20-летнем возрасте Альбрехт Бранденбургский возглавил Тевтонский орден. Позже он знакомится с реформатором Мартином Лютером. Не путать с Мартином Лютером Кингом. Это знакомство направляет его на путь дальнейшего развития Пруссии. В 1528 году Альбрехт подписал со своим дядей, польским королем Сигизмундом I, акт об упразднении ордена в Пруссии и превращении ее в светское государство. Государственной религией в герцогстве Пруссии стало евангелическое лютеранство. Еще при жизни герцог Альбрехт заказал себе надгробие в Нидерландах. Оплатил все расходы по его изготовлению, а также распорядился, чтобы восточные хоры Кафедрального собора стали склепом для его семьи и герцогского двора. Речь как раз о нашем с вами Калининградском соборе. Эта часть собора была отделена от остального пространства декоративно-металлической решеткой и получила название княжеского склепа. После окончания Второй мировой войны часть территории Восточной Пруссии и Кёнигсберг вошли в состав СССР. Сюда приехали переселенцы с разных уголков РСФСР, из Белоруссии и других республик. 7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об образовании Кёнигсбергской области в составе СССР. Через 4 месяца Кёнигсберг был переименован в Калининград, а область стала называться Калининградской. В послевоенное десятилетие собор медленно разрушался. В начале 70-х годов предпринимались попытки спасения средневекового здания, а в основном они были связаны с годовщинами рождения и смерти Канта. В 1975 году обрушилась последняя арка главного нефа. К началу 90-х годов остались лишь 14-17-метровые полуразрушенные стены и частично уцелевшая южная башня. И только в 1992 году собор начал возрождаться. К исследованию руин привлекли иностранных специалистов – немецких и литовских. Какие кирпичи использовались для строительства в Кёнигсберге между XI и XIX веками? В то время для возведения собора на острове Кнайхаб требовалось большое количество различных строительных материалов. В особенности кирпич. Технологию и секреты изготовления кирпича на земле древних пруссов привнесли с собой рыцари Тевтонского ордена. Ну, теперь поработаем. Кирпичи Летом при хорошей погоде. Доставить, кстати, все это добро надо было водным путем из Швеции. На какие же средства начали строить собор? Правильно. На средства от сборов уже упомянутого Тевтонского ордена, а также от продажи индульгенций церковью и пожертвований прихожан. Орден имел законодательное право контроля над строительством. Религиозные сооружения возводили при помощи свайного фундамента по образцу римских базилик с двухскатной деревянной кровлей. Во время строительства был допущен ряд серьезных ошибок. Ось башенной части и хоров была сдвинута на полтора метра, а высотные отметки этих частей здания имели разницу более трех метров. Стены здания были оштукатурены и внутри украшены многочисленными фресками. Высота собора от основания до шпиля 57 метров. Во время перестройки собора после пожара 1544 года главный фасад стал асимметричным. Появились две непохожие друг на друга башни. Северная прямоугольная с гускатной крышей и двенадцатигранная главная южная башня. Шпиль главной башни был оформлен флюгером в виде сирены с сигнальной трубой. К середине 17 века на главной башне установили большие часы. В 1944 году в пожаре, бушевавшем в кафедральном соборе, погибли и часы на главной башне. По остаткам декоративных фрагментов часов и историческим фотографиям, современные мастера изготовили кофе циферблатов со стрелками. Механизм заменили электроникой, которая обеспечивает часам точность хода и своевременный бой колоколов. Сегодня часы на южной башне полностью повторяют свой довоенный облик. Рядом с гостиницей. Вот такое интересное здание. Что это? Это дом советов. Я вот сейчас выяснил. Это дом советов. Долгострой. Недострой. Сейчас его разбирают. Начали его строить в 1970-м. Ну вот, собственно говоря, он тут так вот и стоит. Недостроенный. Почти достроенный. Он достроен на 90%. Он, значит, построен на месте Кёнигсбергского замка. Замка нет, но вот недостроенный дом советов есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok